Звук рынды и их смены готовы рассекать волны и ловить попутный ветер. Благодаря снятию карантинных мер Федерация парусного спорта к всеобщей радости приняла решение проводить первенство Московской области, которое уже по сложившейся традиции собирает в мытищах лучших в своем деле юных спортсменов. За моей спиной акватория Клязьминского водохранилища. Из года в год сюда приезжают юные их смены, чтобы принять участие в регате. Погода и скорость ветра сегодня очень переменчивы, над нами облака, что доставляет немало переживаний и организаторам и участникам. Однако со стороны кажется, что управлять парусником может любой желающий и никаких усилий это не представляет. Сейчас мы спросим у профессионала, так ли это на самом деле. Константин, скажите, пожалуйста, действительно кажется, что парусники очень маневренны и очень легко это все делать. А на самом-то деле как? На самом деле, конечно, легко и правильно вы сказали, может управлять каждый. Другое дело, что нужно время на обучение. В регате принимают участие и ваши юные спортсмены? Какие-то секреты, какие-то наставления? Что говорили им перед началом гонки? Ну, говорили, что поражились хорошо. К сожалению, практика показала, что не все так и катилось бы. А так, просто наставление, поддержание спортсменов, поддержка. В первенстве принимают участие спортсмены в возрасте от 9 до 19 лет. Большинство из них начали ходить под парусом, параллельно с тем, как пошли в начальную школу. Сейчас они уже многократные победители престижных соревнований и подающие надежды члены сборной России по парусному спорту. У меня вот начали появляться успехи. Я уже не мог отвыкнуть от того, что хорошо могу в этом классе гоняться. Вот в этом году я хочу поехать на первенство Европы. Пока во всем мире продолжают бороться с пандемией коронавируса и международные соревнования запрещены, Артем, как и другие их смены, не теряет надежды и любой возможности практики на воде. По санитарным требованиям в каждом классе допускается не более 50 участников заплыва и несколько стартовых групп. Но даже в новых обстоятельствах и без торжественного открытия состязаний эта регата – бесспорно праздник как для участников, так и организаторов парусной гонки. Оно знаковое уже только потому, что мы сумели пройти этот карантин, вышли из ситуации пандемии. Как вы видите, все спортсмены живы, здоровы. Спортивными диспансерами допущены к соревнованиям. Это не может не радовать. Дмитрий Дронов в своем заплыве в классе «Луч-радиал» финишировал первым. Говорит, сказались рекомендации тренера и регулярные тренировки, которые он не прекращал даже в период самоизоляции. Что вообще нужно их смену для того, чтобы быть в хорошей форме? Ну, нужно держать себя в форме, физически тренироваться. Здесь несколько упражнений, которые можно делать для того, чтобы оставаться в форме. И просто читать книжки про парус спорта. На книжках, правда, о приключениях и морской романтике выросла еще одна неизменная участница парусной гонки. Екатерина уверена – девушки на борту – хорошая примета. Я себя считаю яхтсменом. Я считаю, что женщины на борту – это неплохая примета. Они тоже могут хорошо ходить на яхте. Впереди еще два дня регаты. Спортсмены продолжают маневрировать своими судами и наполнять паруса ветром. Главное, чтобы погода не подвела. Дарья Линская, Денис Петров, Константин Бондаренко. Первый мы Тищенский.